В эти сентябрьские дни по всей Брянской области идут торжественные мероприятия, которые приурочены к 80-летию освобождения Брянской земли. Эта дата свидетельствует о героизме и самоотверженности советского солдата. Она свидетельствует о том, что не щадя своего живота, наши с вами отцы, деды, прадеды защищали нашу родину. За два года оккупации в Стародубе почти полностью уничтожены 335 жилых домов, здания педучилища и 10-летней школы, все промышленные и культурно-просветительские учреждения. Численность населения сократилась более чем в два раза. Сегодня мы видим о том, что наши деды, прадеды не добили фашизм периодически, а можно сказать, каждый день идет обстрел наших населенных пунктов. И сегодня те солдаты, которые охраняют наши рубежи, они воспитаны на традициях дедов, прадедов. И мы знаем, что победа будет за нами. На торжественном митинге родным погибшего в ходе СВО военнослужащего Сергея Власова передали Орден Мужества. Им наш земляк награжден посмертно. Также жителям округа, которые внесли большой вклад в защиту интересов страны и патриотическое воспитание молодежи, а также родителям погибших при исполнении военнослужащих, вручили памятную медаль 80 лет освобождения Брянской области. Также в день освобождения от немецко-фашистских захватчиков Стародуб принял эстафету «Вечного огня». Старт патриотической акции в юбилейный год, напомним, дан в Карачеве. Именно этот город первым освободили в 1943 году. Стародуб – частица «Вечного огня», зажженного у могилы неизвестного солдата в Москве, прибыла из Суражского района. «Кто приняли светный бой, стали просто землей травой». Праздничные мероприятия продолжились в городском парке имени Рубца. Здесь работали тематические интерактивные площадки. Местный краеведческий музей представил передвижную экспозицию, посвященную освободителям города. Среди них и старший лейтенант Иван Подобед, который в составе 348-й стрелковой дивизии, одним из первых ворвался в освобождаемый город и завязал бой с фашистами на его окраине. Среди раритетных экспонатов немало его вещей. «Планшетка, радио, патефон, который спустя столько долгое время он у нас в рабочем состоянии, гармошка, в которой наши освободители вошли в город и пели военные, ну и многие другие экспонаты». «Наша площадка Стародубской центральной библиотеки представляет книги, связанные с брянским краем, о партизанах, о подпольщиках, о тех людях, которые мужественно сражались на фронтах войны». Полевая кухня с солдатской кашей и ароматным чаем, выступления творческих коллективов местных и из белорусского Гомеля. Не по-осеннему теплая и солнечная погода. Праздник удался на славу. «Сегодняшний день просто замечательный для всех жителей нашего города, потому что мы его очень любим, потому что это частичка нашей души». «Замечательный день, все здесь очень красиво, мы уже покатались на аттракционах, покушали кашу, сахарной ваты поели, поиграли в тир».